Десногорск Рассказали об источниках информирования предпринимателей о работе совета, ну и, конечно, об инвестиционной деятельности на территории города. Познакомили с порядком оформления заявки для участия в городских ярмарках и праздничной торговле. Те вопросы, которые вызвали активную полемику, это вопрос организации праздничной торговли в городе и участия ярмарка на Бродвее. Мы услышали критику, будем работать в этом направлении. Также предприниматели узнали, что на территории города есть два земельных участка, которые готовятся муниципалитетам для дальнейшей застройки. У нас есть несколько соревнованных земельных участков, несколько соревнованных инвестиционных площадок. В данном случае муниципалитет работает над тем, чтобы была сформирована инфраструктура, то есть это сети теплооснабжения, электроснабжения, водоотведения и в дальнейшем мы должны привлечь в то, конечно, инвесторов. В Десногорске работают федеральные обучающие программы для женщин, находящихся в декретном отпуске, благодаря которым после обучения они могут не только научиться, но и по завершении принять участие в конкурсе и получить небольшой грант для открытия своего бизнеса. Победитель получает 200 тысяч рублей в виде гранта на развитие своего бизнес-проекта, либо его эквивалент в пакет бизнес-услов. Предприниматели отмечают значимость таких встреч и рада представленной им возможности задать интересующие их вопросы напрямую руководству города, узнать нововведения в законодательстве о предпринимательской деятельности. Для начинающих это, в первую очередь, информирование. Информирование в плане, как организовать работу свою изначально, как получить какие-то помощи из государства, как получить услуги. То есть без них, в любом случае, для начала, для становления принимателя очень сложно, без таких сообразий. Узнали, во-первых, про бизнес-навигатор, что такое есть. И я думаю, в работе он очень пригодится. Узнали про вакансии в центре занятости населения. Плюс прямое общение с главой администрации. Не всегда это бывает. Следующее заседание совета состоится 24 октября в 2 часа дня в кабинете 325 администрации города.